Режим чрезвычайного положения во Франции продлен еще на три месяца и голосовали депутаты нацсобрания по этому вопросу с редким единодушием. Особенно на фоне сообщений, что у террористов группировки Исламское государство возможно есть химическое и бактериологическое оружие. Об этом заявили высокие чины в европейских спецслужбах. В то же время к самим спецслужбам сейчас возникает много вопросов. Например, на каком основании полиция Бельгии выпустила на свободу террориста Салаха Абдесалама, убившего людей в Париже, которого турецкие спецслужбы некоторое время назад депортировали в Бельгию с абсолютно однозначной формулировкой «боевик, связанный с ИГИЛ». О том, чем обернулся странный гуманизм бельгийских спецслужб для Франции, в репортаже Георгия Алисашвили об итогах операции в Сен-Дени. Арест организатора парижских терактов Абдель-Хамида Абауда был главной целью вчерашней операции в Сен-Дени. Но среди задержанных его не оказалось. Французские СМИ сообщали об одном ликвидированном террористе, которого полицейские не смогли идентифицировать. Судмедэкспертам пришлось проводить анализ ДНК. Абауда опознали по образцам кожи. Теперь это подтверждено официально. Прокурор Парижа Франсуа Моленс объявил, одним из убитых в флоте спецоперации в Сен-Дени является Абдель-Хамид Абауд. Он играет решающую роль в организации парижских нападений. Следствию предстоит установить деятельность этого гражданина бельгийско-марокканского происхождения. Абдель-Хамида Абауда в Бельгии называли экстремистом номер один. Во Франции его считают причастным к четырем предотвращенным терактам в одном только этом году. Последние восемь лет Абауд по сути жил на три страны – Бельгия, Франция и Германия, между которыми активно перемещался. Оперативники не исключают, что за это время он вполне мог наладить настоящую террористическую сеть, охватывающую всю Западную Европу. Вчерашняя операция в Сен-Дени, проведенная в неэвакуированном районе, для полиции – безусловный риск, но ставки были слишком высоки. Сегодня в этом доме криминалисты работают в защитных костюмах и респираторах. Новость, шокировавшая Францию. Боевики, которые готовили теракты на территории страны, могут обладать химическим и бактериологическим оружием. Сегодня же Минздрав издает указ срочно наладить производство антидота для нейтрализации широкого спектра токсических веществ. Вплоть до газа «Зарин», который, как полагают, есть в арсенале боевиков ИГИЛ на Ближнем Востоке. Мы не можем исключить никакие варианты. Я говорю это со всей ответственностью. Но мы осознаем и держим в уме тот факт, что существует риск совершения терактов с применением химического и бактериологического оружия. Полицейским разрешили носить оружие и в нерабочее время. В местах скопления людей максимальные меры безопасности. Туристические объекты охраняют жандармы и патрулируют сотрудники спецслужб в штатском. И все равно Париж сегодня живет слухами и скован страхом. Столько людей пострадало. Ужасно. Ужасно. Это ужасно. Я не верю. Я в шоке. Извините, месье, не могу говорить. О какой безопасности может идти речь? Мне страшно выходить на улицу. Мы тут никогда не делали различий. Все жили мирно. И арабы, и африканцы, и мусульмане, и христиане. А сейчас тут столько полиции. И весь мир говорит, что наш район – это гнездо террористов. Сейчас основные силы расследования брошены на поиски Салаха Абдеслама. В группе террористов он отвечал за всю логистику. От закупки оружия до аренды машин. По некоторым данным, он может скрываться в Бельгии. В Брюсселе и пригороде сегодня весь день проходят обыски и аресты. Полицейские проверяют людей из окружения другого боевика – Беляля Хавди. Смертника, взорвавшего себя на подступах к арене Стат-де-Франс. На данный момент известно о девяти задержанных. Между тем, турецкие власти фактически обвинили бельгийские спецслужбы в бездействии. Ведь Салах Абдеслам незадолго до парижского теракта был допрошен в полиции Маленбека и отпущен. Вместе с братом он пытался попасть в Сирию, но был пойман турецкими пограничниками. Мы знали о том, какую серьезную опасность они представляют. Мы депортировали их в Бельгию и сообщили спецслужбам о наших подозрениях в их связях с исламским государством. Однако в Бельгии их отпустили, и они сразу же устроили чудовищный теракт. Это лишний раз доказывает, что нужно внимательнее относиться к обмену разведывательной информации. На этих кадрах, опубликованных британской Daily Mail, видно, что происходило внутри французского бара, который атаковали боевики. Двое террористов в упор расстреливают людей, сидящих на террасе. Кто-то пытается укрыться от пуль под столами, кто-то бежит в подвал. А этой девушке удается спастись от, казалось бы, неминуемой смерти. Автомат боевика, уже наставленный на нее, дает осечку, и она успевает убежать. В этом кафе погибли пять человек. Восемь были ранены. Один из стрелявших, предположительно тот самый Абдеслам, которого пару недель назад отпустила бельгийская полиция, а сейчас ищет вся Европа. Сегодня французский премьер заявил, в страну вернулись 250 исламистов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. На фоне таких новостей Франция приходит в себя. На улицах Сен-Дени немноголюдно. Даже бойкие восточные торговцы, которыми известен этот район, ведут себя тише обычного. А некоторые и вовсе не стали открывать свои магазины. Улица Рю-де-Ля-Републик и остальные подходы к дому, где вчера проходила спецоперация, остаются частично перекрытыми. Дальше вот за это ограждение могут пройти только в местные жители и только в сопровождении полицейских. Но граждане, относя к этому с пониманием, даже вывесили плакат. Вся Франция сердцем вместе с полицией. Спасибо вам. МИД Британии рекомендовал школьным группам отменить все поездки во Францию до 22 ноября. А в самой Франции чрезвычайное положение продлили еще на три месяца. Георгий Алисашвили, Сергей Мухин, Первый канал, Франция.